Я снова в Калифорнии. Все знают, зачем люди приезжают в Калифорнию. Правильно, чтобы смотреть, как другие люди играют в компьютерные игры. И я приехал в Калифорнию по приглашению Blizzard, чтобы посмотреть на Overwatch League в Blizzard-арене и посетить главный штаб Blizzard. И началась поездка с приятного. Air France потерял мой багаж, поэтому до завтрашнего вечера я буду ходить вот так. По-моему, вообще самое то для плюс 27 на самом деле ходить. Ну, просто надо понимать, что я выезжал сюда в Калифорнию из Риги, где было минус 3 на тот момент. Поэтому, естественно, кроссовки у меня лежат в багаже. Плюс в багаже у меня лежат свежие трусы, свежие носки, свежие футболки. Купить ничего из этого у меня времени просто нет. Программа очень плотная. Но самое страшное, что вот там в багаже у меня лежит средство, которым я укладываю волосы. Ладно, вот сейчас лягу спать, посмотрю, а вдруг с утра будет не так уж и все и плохо. Ну да, конечно. Пойду мыть голову. Опять эти, блин, гретинские ручки для тупых, типа, все регулируется одной ручкой. Ты вот так вот включаешь мощность душа, вот сейчас он на максимальной мощности. И только на максимальной мощности ты можешь сделать воду горячей. То есть не можешь включить чуть-чуть горячей воды себе. Все, пути назад нет, голова помыта. И поставить волосы вверх, как должен делать каждый уважающий себя влогер, я тоже не могу. Так что буду целый день выглядеть как шурик. Зато там начало светать. Да, несмотря на все мое ворчание, это было прекрасное, приятное, солнечное, калифорнийское утро. И на вот этом великолепном, блестящем автобусе с логотипом Blizzard мы отправились ни за что не догадаетесь куда. К счастью, пока прохладно, и мне даже нужна как бы пайка. И это очень приятный момент. Кампус Blizzard, именно так они его называют, Кампус, а не офис, потому что он когда-то состоял из трех зданий, а сейчас уже 20 чем-то их там. Находится в городе Ирвайн, недалеко от Лос-Анджелеса. Кампус абсолютно песодружелюбен. То есть люди приходят на работу со своими собаками, и это норм, это разрешено. Интересная фишечка. Если человек хочет, то ему выдают фитнес-трекер, который следит за количеством шагов в день. И если он проходит достаточно много, то компания выдает ему некоторые бонусы. Вот так вот Blizzard следит за здоровьем своих работников. И это помимо фитнес-залов и массажных кабинетов, которые есть прямо тут в Кампусе. Но снять нам их, конечно же, не разрешили, что, в общем-то, и понятно. В Кампусе очень мало что можно снимать. Например, в этом помещении, где сидят разработчики Overwatch. Нам разрешили снять только вот этот логотип Overwatch. Ну и вот эту вот Пачимару. Для этого можно было снимать всякие статуи. Например, вот эту статую Громоша, статую Керриган, статую Тираэля. Вот эта статуя Новая. Она самая старая из них всех. Но она, собственно, и заметна. У нее самая грязная голова. Вот это прям та самая трейсер, которая путешествует на все Близзконы. Она была в моем видео с Близзкона. Ну, так что ей приходится кататься из офиса Blizzard на Близзконы в Анахайм. Еще можно было снять вот эту вот безумно элитную библиотеку для работников, в которой кроме книг хранится еще огромное количество настольных игр. Да и не только настольных. А вот такая вот библиотека. Ну и, конечно, уже совершенно без спроса я снял вот эти кусты. А потом мы отправились на интервью с Джеффом Капланом. Я просил вас писать вопросы в комментариях у меня в Инстаграме. Но, к сожалению, задать из них я успел только один. Ну, пришлось его к тому же немного перевести на ходу, как умею, на высокий эльфийский. Я спросил моих подписчиков в Инстаграме, что они хотят вас спросить. И, among all these complaints about Mercy being nerfed, I've got one interesting question. People want to see official commentaries in different languages. Because people in Russia don't have official commentator for Overwatch League. They want to see that. Are there any plans to expand languages that are official commentary? Кики, you probably know that you have a better answer than I do on this. Кики — это одна из менеджеров самой лиги Overwatch. И если коротко, то она сказала, да, будет русский комментатор. Но позже. Джефф рассказал еще про лигу всякое и то, какой классный фидбэк он получает от профессиональных игроков. Про нового героя, которого скоро введут. Сказал нам только, что он сильно поменяет мету. Поживем, увидим. Короче, нам понравилось. Мы пошли в столовую. Вот здесь вот в кафе Blizzard на экранах транслируются стримы игр Blizzard. Причем они выбираются в случайном порядке. То есть, ну, например, возможно, иногда по этому экрану транслируют как... Я рокую в Overwatch. Надеюсь, что нет. Закончились экскурсии, поели все дела. И сейчас будем выдвигаться в Burbank в направлении Blizzard Arena. На самом деле, Мэну было очень даже хот. Но, к счастью, мы сразу же запихнулись в автобус и поехали дальше. Ехать нам нужно было из Ирвайна в Burbank. Это 55 миль, ну, то есть, по-человечески, где-то 90 километров. И по дороге еще и нужно было пересечь сам Лос-Анджелес. А машин там очень много, движение, ну, может, чуть-чуть лучше, чем в Москве. В общем, путь был достаточно долгий. Короче, готовьтесь, сейчас я буду вам под музычку показывать, что наснимал за время дороги. Не, ну, а чё, что, что, зря место, что ли, на карточке тратил? Ну, к тому же, может, это кому-то даже покажется красивым. Вряд ли. Ну, мало ли. Субтитры сделал DimaTorzok Под конец мы проезжали сквозь те самые горы с той самой надписью. Мы ее, к сожалению, не увидели, но ничего страшного. Прямо перед нашей гостиницей находилась ее замечательная миниатюрная копия. Доехали до гостиницы в Бирбенке, в Universal City, на самом деле, очень рядом с Бирбенком. Мне привезли мой багаж, я сейчас переодену вот это, я буду суперсчастлив. Еще я бы вам показал вид из окна. Он офигенный, но я не могу, потому что камера, потому что камера фокусируется на грязи на стекле. Она просто ужасно грязная. Включайте воображение, как на самом-то деле, чё вам все показывать-то надо. Представьте себе красивые горы, красивое здание, деревья, другие очень красивые вещи тоже. Окей, мои ноги больше не превращаются в холодец при ходьбе, а я выгляжу как настоящий влогер. Посмотрите на это великолепно, просто прекрасно. Ладно, так я, конечно, ходить не буду. И прежде чем отправиться дальше, поскольку я сам был в футболке с Ханзо, я решил провести перекличку овервотчевых футболок. Вот раз, два, три, четыре, пять. Это существенно рик и мальти, не овервотч-ширт. Почему? Поскольку было понятно, что наша группа отлично готова, мы отправились мимо живописных деревьев, типичных калифорнийских рек и палаток с бомжами, а также дикофотогеничных светофоров и знаков рядом с ними к нашей основной точке назначения. Сначала мы, конечно же, получили всякие важные инструкции, фенечки для журналистов, и с нас немножечко офигел вот этот кусь, как вы видите. И все, мы в Близзард арене, где, конечно же, прямо сразу у хода находится что? Мерч шоп. Мерч. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Конечно, я не удержался и кое-что себе уже купил, но об этом потом с начала матча. Короче, сейчас в Близзард арене мы будем смотреть матчи Лиги Авербоч. Прям, понимаете, в зале смотреть матч, это как смотреть матч футбола только если ты не... Надо понимать, что мы здесь, единственные в этом зале, такие привилегированные, что можем снимать все, что хотим. Никто, никто из находящихся здесь не имеет права так делать. Вот никто из них не может. Нет, вот, вот, вот они могут. И они, они вот там могут тоже. Ну, вот они на самом деле тоже могут. И они, ну, но вот они не могут, вот они не могут снимать. А мы можем, да. Что такое Лига Авербоч? Это прям честная такая киберспортивная лига. Прям как, знаете, NBA, КХЛ, НХЛ, вот это вот все. Каждая команда, в которую наняты настоящие киберспортсмены, которые получают за это деньги, представляет какой-то город. Таких команд 12, сезон длится полгода, матчи проходят каждую неделю, и Близзард привез нас посмотреть на матчи самой первой недели. И первыми играли Лос-Анджелесский Веллайн с Даллосским Фьюэлом. Матч, как и, в принципе, все матчи этой лиги, проходил на четырех картах разного типа. Ну, и смотреть на игру такого уровня, это, конечно, просто какое-то бесконечное удовольствие. Все игроки прекрасно знают свои роли. Танки танчат, ДПСники ДПСят, даже на Бастионе. Если кто-то взял обоссанного Ханза, то он на нем делает то, что должен делать обоссанной Ханза. Да, и победила в этом матче команда из Лос-Анджелеса. Дальше играли Флорида с Бостоном. Кстати, я отдельно хочу отметить, как охренительно выглядит вот эта вот сцена, которая полностью состоит из экрана. Конечно, на камере это не совсем понятно, но в зале выглядело прям охренительно. Кстати, зал не такой уж и большой, но я попозже расскажу, почему так сделано. Победил Бостон. А в матче между Сан-Франциско Шок и Шанхайскими Драконами победила, как ни странно, не команда из Китая. Ну, что ж, поздравляю Сан-Франциско. Так вот, по поводу мерча. Поскольку я не болею ни за какую конкретную команду, ну, может, только за Фьюл, потому что там Сигл, но и то не то, чтобы сильно. А весь мерч там, как бы, вот по конкретным командам. Я взял себе просто вот эту футболку Overwatch Лиги. Но! Кроме того, нам выдали вот такую сумку со всяким ограниченным стафлом. Ну, я не знаю, может, даже сама сумка ограниченная, я что-то не очень в курсе. Здесь есть вот этот вот стакан, из него я сегодня, наверное, буду попивать. Есть вот эта вот ограниченная футболка, таких я не видел в продаже. Наклейки, Малискин, не думаю, что Малискин очень-то ограниченный. Так что, видимо, правда, ограниченное тут не все. Что-нибудь из этого я обязательно разыграю. Заходите ко мне в инстаграмчик, я еще не придумал, что мне не жалко отдать. Как вы догадались, по дневному свету на моем лице он, как ни странно, пробивается сквозь. Вот это вот грязное стекло. Уже следующий день, и давайте, раз уж я тут с вами наедине оказался в гостинице, я опять паную. Экран вот точно такой же, вот как обычно, вот такой вот, вот этот вот. Все, паныл. И сегодня перед всеми матчами у нас экскурсия по Близзард-арени. Вот сейчас я возьму свою сумку с Близкона и в своей футболке с Близкона туда отправлюсь. Вот эта надпись, о которой я уже говорил, совсем не зря находится прямо напротив нашей гостиницы. Universal City это, по сути, городок, который находится вокруг студии Universal. Тут же находится еще всякого. Вот, например, какой-то офис одной крупной кинокомпании. Ну, возможно, вам не видно логотип вот там на углу дома, здесь достаточно далеко. Ну, да неважно, все равно их скоро купит Дисней. Да и сама Близзард-арена находится в Burbank Studios, где за время существования находилось уже очень много разных телеканалов. А теперь вот Близзард-арена. Нам провели дико быструю экскурсию по закулисью, потому что вот-вот уже должны были начаться матчи. Показали сзади эту гигантскую сцену экран. Экран, кстати, на 13 тысяч пикселей. Это примерно на 12 с половиной тысяч пикселей больше, чем сраная бесконечность. Там же за сценой лежат все жесткие диски каждого из участников команд. Я случайно чуть не уронил всю эту коробку. Но поскольку этого показалось мало, нас пустили еще и прямо на сцену снимать прям под руку тренирующимся игрокам из London Spitfire. Но, к счастью, оттуда нас прогнали до того, как мы успели что-нибудь испортить. Помните, я говорил, что зал, на удивление, небольшой? Так вот, становится понятно, почему, когда проходишься по закулисью. Здесь все заточено на то, чтобы обеспечивать очень крутые прямые трансляции. Здесь есть студия цветокоррекции в прямом эфире. Студия чуваков, которые отвечают за то, что на тот момент показывается на экране. Студия чуваков, которые отвечают за повторы напряженных моментов. Студия чуваков, которые я уже не помню, чем занимаются. Студия по управлению полетами космических кораблей. Кажется, судя по количеству кнопочек. И еще одна точно такая же студия, в которой просто, кроме всего прочего, есть еще и люди. Конечно же, дикое серверное, в которой мы нашли, между прочим, саму симметру. Там было вообще особо много кнопочек, которые хотелось потрогать. Но вот это сейчас не я потрогал, это сотрудник, не переживайте. Ну и еще куча помещений, в которые нас не пустили, потому что там люди работают. В отличие от нас. Не пустили нас, конечно же, ни в одну из индивидуальных тренировочных комнат команд, которые находятся там же, в Blizzard-арене. Зато нас, как элитных VIP, пустили в очень крутое и удобное место для съемки, куда никого не пускают. Откуда я очень криво и плохо снял, как выходят London Spitfire и Philadelphia Fusion. Зато очень красиво снял вот этот переход фокуса с камеры на сцену и очень близко то, как Shadow Burn поздравляют с днем рождения. Чему он как-то вообще совершенно не рад. И близенько достаточно снял творчество людей в зале. В этом матче одержала победу лондонская команда. Я не знаю, возможно, это как-то связано с тем, что команда на 100% состоит из корейских игроков, которые London купили для того, чтобы играть за себя. В матче New York Excelsior против Houston Atlos победили... Ну-ка, кто бы вы думали... Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Правильно, команда из Нью-Йорка, потому что она на 100% состоит из корейских игроков. Не, ну вы просто посмотрите, как Пайн из Excelsior нагибает всю команду противника в одиночку. Раз. Два. Три. И четыре. 40 секунд назад он сделал то же самое еще с двумя. Дальше играли Gladiators из Лос-Анджелеса и Dynasty из Сеула. Угадайте, какая из команд состоит на 100% из корейских игроков. А также угадайте, удивился ли я, когда победили... Правильно, Dynasty из Сеула. Получается, что сегодня не выиграла ни одной команды, которая не состоит из корейцев. А, вот, мой день завершен, мы пошли отдыхать, все, отстаньте. Тем более, что автопати у нас было в приятном барчике Simsys, где варят пиво прямо на месте, и оно, в отличие от того, что в США продается в бутылках, даже совсем не похоже на мачу. Ну и, в общем-то, потусили, отдохнули, пора и чай знать. Так что я снова надел свои ботинки, совершенно неподходящие для местной погоды, и отправился в аэропорт. Где, кстати, встретил чувака с точно такими же носками, как у меня. Он швед. Ну и прилетело, короче, в минус 9 и вот это вот все. Зато на пересадке в Амстердаме купил голландского сыра. Я люблю сыр. Экран у меня дома нормальный. Куча положительных моментов.